КОЛОРАДО СПРИНГС КОЛОРАДО Но в луфте слишком мало места для высокого Криса, а внизу не самая удачная планировка. Риэлтор Дот Фирс надеется, что полностью сделанный под заказ модульный дом – лучший вариант для пары. Хоть он и не подходит им по стилю, это просто модель для показа, и мы можем полностью его модифицировать и создать идеальный дом для них. Дом, безусловно, крошечный. Немного похож на бревенчатый. Да, грубовато выглядит. 24 квадратных метра. Здесь у вас дополнительный шкаф. Здорово. Внутри электрический щиток. Супер. Сколько стоит? 60 тысяч за базовую комплектацию. Помните, что это модульный дом, и окончательная цена зависит от выбранных дополнений. Здесь так просторно! Да, мне даже нравится. Что это за дерево? Это синяя сосна. Такой цвет ей придает особый грибок. Да, я вижу синеву. Красиво. А еще мне нравятся пробковые полы. Смотрится современно. Да, и высота хорошая. Здесь чувствуется простор. Нравится? Да. Смотри, какой диван. На вид очень маленький. Попробуйте сесть. Мы оба поместились. Да, сюда можно повесить телевизор. Мне нравится отличное место, чтобы посидеть и отдохнуть вечерком. А здесь дополнительное место. Потрясающе. Поместится ваше оборудование. Сюда тоже можно что-нибудь сложить. Как много деревянной отделки. Да, я вижу. Все это можно переделать. Например, обшить фанеры и покрасить в любой цвет. Какой только захотите. Ясно. Кухня такая длинная. И снова натуральное дерево. Вот здесь тоже дерево. И оно будет постоянно намокать. Все это можно поменять. Так, а тут у нас... Крошечная ванная. И правда крошечная. Это что, дверь? Дверь. Никакого личного пространства. Да, давай попробуем. Даже не знаю. Ты меня слышишь? Да, слишком хорошо. Никуда не годится. Это всего лишь образец. Все можно поменять. И, наконец, лестница. Полноценные ступени. Я так обрадовалась, увидев ступени. Собаки будут в восторге. Милый, голову береги. Приходится пригибаться. Я удивлена, что здесь так просторно. Помещаюсь на коленях. И еще и место остается. И на кровати можно сидеть. Класс. Здорово. Но знаешь, чего тут нет? Чего? Шкафчиков. И правда нет. Мы можем сделать полки или даже комод. И правда. Да. Было бы неплохо, чтобы вот эта штука не упиралась в лицо. В целом, кухня мне понравилась. На ней достаточно места. А еще много места для гостей. Это мне нравится, но наверху нет шкафов и полок. Не забывайте, это всего лишь образец, и все можно сделать. Но и цена тогда вырастет, а дом уже достаточно дорогой. А еще я хочу немного коттеджного стиля. И пару элементов от индустриального, если можно, чтобы избавиться от бревенчатого дома. У Хезер и Криса три крошечных варианта, и им предстоит принять непростое решение. Мы должны принять решение. Трудный выбор. Коттедж стоит 60 тысяч, в пределах бюджета. 21 метр, теплый и уютный. Современная кухня, но очень маленькая. Лофт мне понравился. Но лестница кошмарная. Верно подмечена, хотя надежно. Мне нравится коттеджный стиль и цветовая палитра. Там выделили слишком много места для ванной и урезали кухню. Это не очень хорошо. Второй дом в индустриальном стиле 26 метров, самый большой из трех. Да, но в других домах гостиные были намного просторнее. Хоть сами дома и меньше по площади. Но он в твоем стиле. Холодный и стерильный. Он ведь перестал казаться тебе холодным, когда ты узнала цену. Это правда. 49,900. Цена великолепная, но вот лофт самый тесный. Не представляю, как там вообще можно спать. Правда? Что скажешь про третий? 60 тысяч долларов за 24 квадратных метра. Лесной домик. Да. Никто из нас не хотел такой стиль. Экстерьер мне совсем не понравился, но Дот сказала, что можно все переделать. А еще там был потрясный лофт. Шикарный лофт. И лучшая планировка из всех вариантов. Похоже, нам придется как следует подумать. Уютный коттедж. Дом в индустриальном стиле. Деревянный домик. К чему склоняешься? Я бы сразу выбрала домик за 49,900. Если бы там был более просторный лофт. Да, не верится, что я это говорю, но я склоняюсь к деревянному домику. Дот сказала, что мы можем его переделать. Да, но он уже стоит 60 тысяч, а бюджет-то у нас 65. Чтобы переделать все, что нам не нравится, 5000 долларов явно не хватит. Но у нас будет приемлемая гостиная, а лофт там просто огромный. На нем поместится вся наша семья. Мы приняли решение. Берем. Отлично, выбор сделан. Брось мне пижамку, хочу постирать. Да-да-да, конечно. О, боже. На этой неделе мы переехали в наш крошечный дом. Пока все хорошо. У нас было 65 тысяч долларов. Со всеми доработками дом обошелся как раз в 65. Я очень обрадовалась, что мы смогли поменять внешний вид домика. Мы выбрали серый сайдинг, синюю крышу, синюю дверь и белую отделку. Коттеджный стиль. А еще мы немного поменяли кухню. Выложили фартук цветной плиткой. Убрали раздвижную дверь в туалет и поставили обычную. Она занимает меньше места и гораздо лучше изолирует ванную. Душевую обшили остатками металла с крыши. Получилось индустриально, как я и хотел. Очень важная доработка лофта. Мы убрали вот эту секцию. Теперь я могу нормально подниматься и спускаться. И не бьюсь головой. Пока мы временно живем на участке строителя, мы уже купили подходящий участок, ждем, когда нам подведут воду, канализацию, чтобы мы смогли поставить там дом. Иди. Готово? Наши питомцы постепенно привыкают. До сих пор осваивают лестницу, но могут нормально подняться. Это бабушка с дедушкой! Боже мой, как тут мило. Мне понравился цвет снаружи. Я ни о чем не жалею. Думаю, мы приняли лучшее решение. Мама хочет купить участок и поставить на нем такой же дом. Здорово, у нас будет район крошечных домов. Теперь мы можем поставить этот дом куда угодно. Мы подобрали участок, но если что-то поменяется, мы сможем переехать вместе. С домом! За ваш новый крошечный дом! Я в восторге!